Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере!» Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы заняты смыслами подготовительных недель к Великому посту. Уже разобрали притчу о мытаре и фарисее, и в прошлый понедельник подробно и глубоко читали и разбирались с притчей о блудном сыне. В эти предыдущие понедельники мы сказали важное, что нам нужно отвлечься от фигур людей, которые, может быть, там представлены. Мытарь, фарисей, блудный сын, младший сын или старший его брат. И проникнуться, в общем-то, теми состояниями, которые там как бы присутствуют между строк. Состояние отца или состояние Бога, который выносит некоторые суждения фарисею и мытарю. И мы говорили о том, что это какая-то любовь прощающая, милующая, бескомпромиссная. Но вот вчера мы прочитали притчу о страшном суде. И вот тут как бы мы встаем в некоторой отропе. Вот это парадокс. Так все-таки суд будет страшный. Так что, с нас все-таки будет спрашиваться по всей строгости? Вот об этом мы поговорим сегодня в нашей передаче с гостем, отцом Сергием Кредичем. Отец Сергий, здравствуйте. Добрый вечер. Отец Сергий, вопрос, который всегда возникает у людей, первично знакомящихся со священным писанием, читающим впервые Евангелие. Так хорошо шел Христос в течение Евангелия. Любовь, прощение, настало Царство Божие, покайтесь, ибо оно приблизилось. Вам открываются возможности просить прощения и быть прощенными. Все эти истории про блудниц, которые не побили камнями, которые прощаются, потому что много возлюбили. Все эти мытри, к которым входит Христос домой. И вот тут, бац, Евангелие от Матфея. И читается притча, рассказ о страшном суде. Во-первых, возникает вопрос, почему это слово так плотно закрепилось за судом, что он страшен? Ну, во-первых, спасибо за вопрос. У меня профдеформация, и поэтому если педантично занудствовать, то вообще-то в традиции он называется последний суд. То есть последний суд, после которого апелляции невозможны и решение уже не изменить. Это тоже очень глубокий образ, потому что вот иной раз прекрасно проповедуют те, которые желают возразить христианство. Я в таких случаях цитирую Гёте, которому показалось, что он хорошо пошутил, что вот придет, значит, Господь отделит, значит, скажет, овцы направо, козлы налево, разумные напротив. Чтобы можно было поговорить, но в том и дело, что вот тут Гёте ухватил-то точно, хотя я не понял, ни в святых, ни в отцах, и ни в наших, да. Но вот именно потому это последний суд, что уже нельзя будет сказать, Господи, Господи, погоди, ну там были обстоятельства, что, ну ты же понимаешь, что, ну вот так вот случилось, что бывают поступки хорошие, бывают поступки хорошие, бывают вынужденные. Вот мой был вынужденный, но уже никто напротив Господа не окажется. И вот в том дело, что это последний суд, если бедантично занудствовать, а страшным он стал уже в иконографии. То есть в этом случае, когда мы смотрим на икону страшного суда, что, кстати, характеризует наш век, вот если мы посмотрим на Средневековье, Темновековье, Страшновековье, то вот и в западной традиции страшный суд, даже если мы говорим о Микеланджело, когда кардинал говорит, что это за мясная лавка, что это за раздетая окорока, вы не могли бы это все изобразить так же, но хотя бы без вот этого буйства плоти. Что, кстати, если мы посмотрим на византийские изводы и иконы русского Средневековья. Там вот этого буйства плоти нет, но там правда страшно. То есть ад, который разверт спасть, ад, который пожирает, как некое разумное существо, не место, не какой-то закуток, где оказываются те, кто был неправ, а это прям существо с пастью, которое имеет волю и которое вот пожирает. И вот это тоже очень важный момент, что начинает церковь, как чудолюбивая мать, с истории мытарей и фарисеей, там более оправдан мытарь, но оправданы оба. Потом, значит, про блудного сына, когда, опять же, вот это надо смотреть телескопически, что вот тут вообще нет положительных персонажей, что младший бунтарь, что старший едва ли не более худший мытарь-бунтарь. И вот здесь, опять же, страшный суд – это про то, что Господь отнюдь не всепрощающий, и как вот, да, спасибо за процитированное вами повествование о блуднице, вот женщину ведь чуть не убили. И если мы там за справедливость, то она ведь взята в прелюбодеянии, то есть взята, простите, в процессе. Но она же там не одна была, а куда потеряли мужчину, который вот с ней возлежал? Его почему-то не приволокли. Вот это первый ой, то есть как же так, да? А во-вторых, ее чуть не убили, а Господь ей говорит, иди и больше не греши. Ведь он мог сказать, принесите, пожалуйста, стул, дайте воды, выдохни, пожалуйста, все хорошо, тебя уже никто не тронет, вот попей водички. Но Господь так себя не ведет. Он говорит, ну, в общем, это… Они ушли, и ты тоже, уходи и больше не греши. Ну, перетворяет он этой фразой, что я тебя не сужу. Где судьи твои ушли? Вот и я не сужу тебя, иди и больше не греши. То есть как тот самый отец, опять же, в притче. Только вот тут, да, младший сын не факт, что с блудницами растратил, а вот тут появляется блудница, которая растратила. То есть это же тоже выстроено все через века практики. То есть это не вот апостолы на апостольском соборе приняли пасхалью до 2023 года и расписали, что считать. Это традиция, которая складывалась с святыми отцами, в том числе и отцами церкви, которые не ставили себе целью создать себе репутацию или обрести славу, а вот научить ближнего. И вот после вот этих тем мы подходим к теме суда, и там тоже оказывается, если мы посмотрим на евангельские повествования о суде, Господь не спрашивает, постился ли ты? Господь не спрашивает, кто ли ты в храме? Вот я как раз хотел сказать, но давайте мы для начала, может быть, просто хотя бы насвестим Моцарта, потому что притча о блудном сыне о мытаре фарисеи, я думаю, даже посредством произведения искусства многие знакомы. Значит, притча о страшном суде, рассказ о страшном суде выстраивается интересным образом. Значит, придет Господь, отделит одних от других, одних поставит по правую руку, других поставит по левую руку, и тем, кто по правую, скажет, «Благодарю вас, ибо я был голодным, нагим, замерзающим, в темнице сидящим», ну и так далее, и вы, в общем, меня посетили, накормили, одели, обогрели на вопрос, «Когда мы это все тебе сделали, Господи?» Ответ, вы сделали это одному из меньших сих, одному из людей, значит, сделали мне. Потом поворачивается к людям по левую сторону, «Идите от меня в огонь вечный, ибо я был голодный, холодный, замерзающий, в темнице сидящий, и вы ничего, никаким образом себя не проявили ко мне». «Господи, когда мы видели тебя замерзающим, голодным, жаждущим и так далее, истинно говорю вам, не сделали вы этого одному из меньших сих, не сделали этого и мне». Господь путает карты, в каком-то смысле слова. «Господь парадоксален». «Парадоксален». Ну, можем называть это более с византийскими вот этими изводами, но, по сути дела, мы, значит, читали до этого, в этом же Евангелии, «Нагорную проповедь». Мы помним о том, что Христос сказал, что «я пришел не нарушить закон, но исполнить его, и я его не отменяю, и даже вот скорее этот мир закончится, но не исчезнет ни одна йоточка из закона». И вдруг суд, который, ну, даже мы себе представляем, да, пусть это будет там какой-нибудь судья в парике и манте с молоточком, у него всегда лежит какой-то либо уголовный кодекс, либо гражданский кодекс. Он руководствуется законами, а тут все законы сметаются, к ним как бы апелляции ноль, ни там, ни те, ни про не убей, бог там с ним не постился, там не сказано ничего, ни про не прелюбодействуй, ни про не кради, ни про не лги. Все заповеди как будто бы за скобками, и вдруг какая-то совершенно иная система координат выстраивается. Как нам быть? То есть, каков же критерий-то этого суда? Ну, опять же таки, вот это извечная такая развилка, вести себя, что я умнее текста, или текст умнее меня. Вот если я умнее текста, то вот берем красную ручку и говорим, ну, Господи, ну что же ты сказал? Ну, очевидно же, что вот так. Ну, Господи, ты же сам сказал, что ну что такое? А здесь, опять же таки, вот, ну, не разговаривают так в реально таком общении, потому что повторяется, как вы справедливо отметили неоднократно, да, я был и вы, и те спросят, и те переспрашивают, опять же, опять повторяется. То есть, получается, фактически, мы об этом слышим четыре раза, я был, а вы сделали, когда же мы тебе сделали, когда ты был, я был и вы не сделали, как будто вот читатель не может удержать у себя в голове, в общем-то, ну, буквально три-четыре строчки вот этих перечлений, этих состояний. Но Господь так расставляет акцент. То есть, здесь мы должны потрудиться и извлечь главное, что вдруг окажется, что, а мы входим в пост, да, и мы должны серьезно к этому отнестись. И мать-церковь, чедолюбивую нам указывает, что, в общем-то, то, что вы будете делать, в конечном итоге, вот, на суде, упомянуто не будет. И в то же время это призвано приготовить вас к суду. И вот здесь я укажу на то, что Господь наш парадоксален. И попробую сделать это таким предложением к размышлению. То есть, вот если мы посмотрим на тот отрывок, который читается, там нет про козлыч, про овец, там про пришествие сына человеческого. То, во-первых, вот, и восплачиваются все племена земные и увидят сына человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу и великую. И вот там есть интересное такое толкование у палестинских отцов, потому что, вот, в жарких странах, где все время зной, облако и туча, это не как у нас, можно посмотреть, а можно не заметить, а это явное облегчение вот этого жара. Пусть и не великое, но облегчение. То есть, вот, сын Божий приходит на облаках, и суд будет не без милости. То есть, страшный суд, но в то же время есть... Вот он, парадоксальность. Следующий парадоксальный момент, да. И пошлет ангелов своих с трубой у громогласную и соберут избранных его. Вот это тоже интересный момент. От избранничества отказаться нельзя. Сколько бы нам не сообщали там всякие интернет-издания, что с тамой востребованной требой в языческих капищах и в церкви сатаны является раскрещивание, я не хочу больше быть христианином, сейчас мы вас раскрестим, вот, избранничество неотменимо, и соберут всех, даже если они не хотят. Ведь сколько бы, опять же, ну, рисун сказать, нас с вами, сказали бы, нас призывают на самый справедливый суд. Ой, вы знаете, я чайник не выключил, я тут вот... Сейчас я выйду, только соберусь, паспорт возьму, и только, значит, занавески на окне так колышатся, потому что мы же понимаем, что ничего хорошего из этого не будет, но для нас с вами. Но избежать нельзя, потому что все будут приведены. Опять же, почему нельзя ссориться? Можно говорить о том, что, ну, вот там, любовь, мир, и все вот это вот. А можно сказать, ну, представьте, что у нас впереди вечность, и мы не сможем умереть. Никто из нас не умрет, потому что Господь так уже сделал. И, значит, с вами мы поругались, с ним мы не разговариваем, здесь мы в натянутых отношениях, и вот мы в этой вечности сидим, и каждый из нас вечен, и никто не хочет примириться, и в итоге эта вечность обернется в ад. Вот от такой холодности, где, в общем-то, ничего и не происходит, потому что один с другим не разговаривает. И соберут избранных его. То есть, опять же, избрание неотменимо, и даже в этом благая весть. То есть, нас всех соберут на суд, потому что никто не потеряется, никто не пропадет по дороге, у Бога все живы. Кто бы как ни заплутал, Господь его все равно оттуда выдернет, и предстанет он пред Господом. И тоже такой интересный момент. И не приедет род сей, как все сие будет, и небо, и земля приедут, но слова мои не приедут. Тоже интересный момент, что люди в целом не изменятся. Вот как не пытаются люди отвлечься, что мы все станем киборгами, и просто перекачаем воспоминания во флешку и флешку, ну, как его, собственно, как это, трансгуманизм, да, что наука поможет человеку преодолеть все его несовершенства. То есть, ограниченность там в памяти, в ресурсе, потому что нужно отдыхать и перезаряжать ресурс. Значит, в несовершенстве, в болезни и в старости. И все это будет преодолено. И нет, люди не изменятся, и до страшного суда мы доживем вот так, как мы, собственно, Господом и задуманы. Это тоже такой интересный момент о том, что вот то, как мы задуманы, это и есть совершенство. Опять же, Господь парадоксален. И парадоксально порой то, что Он делает. Вот бывают вещи, когда мы Его принимаем как великого геометра, есть такая замечательная миниатюра, где Господь твердь циркулем вот так вот очерчивает. То есть, мы понимаем, что вот Он великий архитектор, что Он тот самый разум, который возвал к бытию и небытия всю Вселенную, а с другой стороны, Он вот вручил себя людям, слабым и несовершенным. Не в императорском дворце, трижды оцепленном лучшими претерианцами, не абы какими вчера призванными, а лучшими. А вот тут на дороге, в Хлеву, беднейшим жителям, даже, в общем-то, и без дома, Он вручает себя. А что, если они младенца уронят? А что, если они младенца потеряют? А если они его простудят? А если... А что там, как с питанием? А что бы сказали органы опеки касательно его рациона, игрушек, жизненного пространства в комнате и так далее? И вдруг оказывается, что и вот Господь себя вручает, а потом Он же приходит спрашивать. И спрашивает не за формальные вещи, а я напомню, мы к посту готовимся. Не совершает ли Церковь обесценивание предстоящего поприща? На самом деле, нет. Она указывает на суд, что вот, чтобы наш пост нас сделал более чувствительными к тому, чтобы замечать, что происходит с ближним. Ну, и тут мы... Я бы уточнил. Если мы эту притчу читаем в контексте, конечно, приготовления к посту и вообще в контексте Великого поста, то да, но нам эта притча одновременно все-таки предлагается в контексте всего евангельского повествования. И, условно говоря, ну, там, она не начинается. Когда вы будете поститься, помните. И вот рассказывается... Или еще прочтем. Да, да. Вот. А сейчас вот, когда будете умирать, помните про другой страшный суд. И там уже вот, собственно, по заповедям вас прогонят. Нет, это какая-то универсальная картина страшного суда. И просто я почему и спрашиваю, да, вот, что недоумение может возникать у людей. На что все-таки тогда получается надо ориентироваться? Закон, который мне четко предписывает не делать того-того-того-того-того-того-того-того. Или же вот эта вот картина, которая меня призывает как раз действовать. И причем, насколько вот я слышу вот во всей этой притче, она призывает действовать с творческой инициативой. Ну, потому что ты не можешь... То есть, тебе не указывает палец на конкретного нищего, на конкретного жаждущего, на конкретного в темнице сидящего. Ты, по идее, должен жить с такой мировоззренческой как бы позицией, что всякий сидящий, кто попадает в ореол твоей компетенции, он, по идее, должен тобой восприниматься как сам Христос. Вот как разрешить вот эту двойственность? Тогда получается, если я, допустим, атеист, неверующий, но очень добрый, я и в темницу хожу, и жаждущих пою, и у нас там огромное количество благотворительных фондов организовано именно людьми, мягко говоря, невоцерковленными, неверующими, но они так помогают старикам, бомжам, бездомным людям, алкоголикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, женщинам, многодетным семьям в трудной жизненной ситуации. Ну да, они в храм не ходят, и в принципе, каким-то, может быть, кодексом Священного Писания не руководствуется. Как быть? Как разрешить? Господь парадоксален. Вот в том и дело, что если кто скажет, что, вы знаете, я понял Священное Писание совершенно точно, записывайте, сейчас я буду излагать, вот редкая возможность, сейчас из телевизора вам все расскажут. Нет, это в том и дело, что, ну потому мы и читаем Писание каждый день с Церковью, с Святыми Отцами, что оно ускользает от нас в своем полном смысле. Какие-то нюансы и грани мы можем замечать время от времени при внимательном чтении. Не для галочки, что я пробежал, как вот фарисей, пробежал глазами, ну как бы Писание, я прочел. И бывает так, что вот в таких случаях я пересказываю историю про то, как в Оптину пустынь приехал некий человек и сказал, что у него проблемы с верой, что-то вот, перестал он чувствовать любовь Отца, перестал он переживать живое общение с Господом. И один из оптинских старцев говорит, а вы читаете Евангелие каждый день? А этот человек говорит, ну, отче, чтобы вы знали, я вообще-то преподаю Священное Писание в семинарии, я это разбираю, вот, эго и ми, тис и мерис, и все вот это вот, на профессиональном, филологическом, культурологическом, историографическом уровне. И вот, как бы, ну, что вы мне советуете? А старец говорит, нет, нет, вы вот просто берете Евангелие и читаете. И потом человек вернулся, чтобы поблагодарить, что вот у него случилось. Поэтому, если нам кажется, что мы не понимаем, если нам кажется, что мы в одной руке держим Евангелие, а второй пытаемся что-то делать, и это не похоже на то, что в Евангелии, но вот это правильная коллизия. Вот это и есть то, что нас, с чего мы начали, да, заставляет, как мытаря, смотреть на себя, а не на ближних наших. Ну, почему же у меня-то не получается? Почему я пытаюсь, а вот здесь вот? И это и есть будет правильное великопостное дело. Не сравнивание себя с другими. Вот он постится с морепродуктами, но с его-то зарплатой я бы тоже осьминожков-то поел. А вот она вот тут берет и не вытягивает, и мы думаем, что она погибает, да, а вот надо смотреть на себя, что вот, вот как Господь будет судить меня, и всем ли я помог, как тоже было у Антония Суровского, а представьте, что ночью вас от зла и кошмаров защищает не правило прочитанное, точнее, не столько прочитанное правило, сколько добрые дела, которые вы предъявляете за сегодняшний день. То есть вот, я помог и лег спать, и вот Господь за мной присмотрит во время сна, и ничего со мной не послужит, потому что, может быть, я и завтра кому-то еще помогу. Ну и, опять же, это проблема милостыни, потому что, ну, опять же, в наш век очень часто случается так, что можно помогать-помогать, а потом узнать, что все ушло мошенникам. То есть всего-то нужна картинка с каким-нибудь, простите, ребенком, из которого трубки торчат, и вот, пожалуйста, переведите на сбор. И здесь раз, и вдруг оказывается, что доброе дело не стало добрым делом. Вот как это? А вот здесь нету такой, ну, условно, скажем, корысти. Поясню, что я имею в виду. Очень часто у людей возникает вопрос, ну, вот хорошо, у людей, например, со стороны церкви к тем внутрицерковным людям, которые, прочитав эту притчу и не раз разъяснив ее для себя, начинают делать добрые дела и поступки, и такой упрек иногда может звучать. Да вы же делаете добрые поступки, чтобы только на вашем страшном суде быть прощенными. Ну, то есть, условно говоря, там, записывайте себе в тетрадку бонусы. То есть, заботитесь ли вы, там, не знаю, по-настоящему о том человеке? Нет. Потому что вам просто ваше писание, так вот, взяло и предсказало, и сказал действовать. Вот в этом описанном вами случае с мошенничеством тоже как будто бы можно прочитать такую, ну, корысть. То есть, условно говоря, я-то оказал милостыню, но оказал ее не тому, а это может быть и незащитно. А будет ли оно защитно? Да, да, да. Вот как быть? Ну, во-первых, есть древние правила еще из Дедаха, из учений 12 апостолов, что дозапотеет милостыня в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому ты даешь. Это предполагает личное участие. Тоже было такое в свое время наделавшее шуму открытое письмо одной из директоров приюта для сирот с задержками в развитии. Что, пожалуйста, не шлите каких-то плюшевых медвежат, подгузников там и так далее, приедьте, пожалуйста, и расчистите снег. Ну, и вот когда вывели на прогулку детей, которые бросились знакомиться, то как-то вот взрослые, приехавшие чистить снег, вдруг поняли, что они не получат вот таких бонусов, типа, кто молодец, я молодец, потому что, ну, вот этот ребенок лезет обниматься, ознакомится, что-то показывает, а хочется дистанцироваться и сказать, на вот тебе плюшевую мишку и пусть его доставит курьер. И вот покупая у нас, имейте в виду, что с каждой тысячи проданных стейков мы сажаем одну елочку. То есть вы не только поели, вы еще и там две, три, четыре тысячных елочки планете подарили. То есть вот в этом случае пусть запотеет милостыни в руках твоих, это раз, а второе, прямо Господь говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть для человека может быть корысть, а может быть не корысть, но важно помнить, что для человека, который по другую сторону, ему, в общем-то, разницы нет. То есть если он правда голодает, то какая разница, его кормят из любви ко Христу, его кормят, чтобы сделать селфи и сказать, кто молодец на районе, так это я. Его кормят просто, чтобы, ну там, я не знаю, молодой человек ухаживает за дамой, а дама говорит, как ты можешь за мной ухаживать, когда вот тут люди голодают. Он говорит, хорошо, сейчас вот они голодать не будут, а ты пойдешь со мной гулять. Ну то есть мы же понимаем, что его интересует дама, а не голодающая. Я утрирую, но тем не менее. Но для тех, кто искренне голодает, разницы нет в мотиве, как ни странно. И Господь говорит, и вот вы бескорыстно посетили меня. Нет, он так не говорит. А вы здесь налево отправились, потому что вы уже получили голоса избирателей, когда фотографировались жертву заключенным большую рождественскую ель. Нет, он так не говорит. И, конечно, это тоже парадокс. Мне кажется, знаете, вот в этой притче, когда я ее тоже, опять же, там читаю, вот сейчас мы с вами ее обсуждаем, мне кажется, здесь какая-то удивительная между строк спрятанная тема, которую тоже бы неплохо бы распаковать, но уже не сегодня, потому что потихоньку заканчивается эфир, тема неразвлечения. Вот мы, ну, то есть отсутствие сравнительного анализа есть, условно говоря, бьющий столб света вперед, потому что, когда я не сравниваю себя бы, с кем бы то ни было, людей между собой, я одновременно прихожу в ситуацию какого-то такого тотального неразвлечения человеческих лиц, то есть я становлюсь нелицеприятным, нелицемерным, я не мерю лица, я не говорю, так, ну вот тебе я помогу, потому что, сказал отец Сергий, тебе помочь, он тебя там лично знал, мир всем и вашему соприсходительству. Да-да-да, вот, а здесь какая-то тотальная, тотальное неразвлечение вот в этой самой любви, пусть твое, вот эта вот потовая правая рука не знает, что делает левая, творя милостыню, одновременно не задумывайся, куда пойдет твое семя, сей вот как сеятель, не каждое зернышко в отдельности, а вот разбрасывай, это с одной стороны, а вот с другой стороны, сейчас пока мы с вами говорили, тоже мне пришла мысль, что почему закон не упоминается, потому что мы же не даром Ветхий Завет называем детоводителем, то есть педагогом ко Христу, и ведь эти ветхозаветные заповеди, которые мы знаем, как тоже кто-то там остроумно или не слишком шутил на тему того, что это на самом деле не заповеди, а это уроки русского языка, для того, чтобы понять, что частица не пишется отдельно, вот, я, конечно, то есть... Это он оригинал, не пишет. Да, вот, то есть понятно, что этот свод законов с этой частицей не, не уби, не укради, не лги, не прелюбодействуй, там, и так далее, он же имеет как низшую ступень, за которой ты уже просто расчеловечиваешься, ну, когда ты убил, или когда ты прелюбодействуешь, или когда каждое твое слово это ложь, вот, то есть, как потеря какого-то такого человеческого образа за гранью, то есть, вот эта, она дана как нижняя ступень, от которой надо оттолкнуться, и в идеале ты должен допрыгнуть до вот этой высоты. Но есть еще новый завет, а то как-то сразу уж, конечно, от Ветхового завета нельзя, но, опять же, вот тут мы отлично просто вернемся опять к началу притчи о мытаре и фарисее, сначала нужно достигнуть праведности фарисейской, о чем Господь сообщает, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисейской, то есть, вот и на суде как раз помилованы будут те, которые превзошли закон, но они его исполнили для начала. То есть, и у всех начинается все с фарисейства, с того, что, а есть ли тут заменитель молочного жира или нет, давайте почитаем состав, и вот это начало пути. И потом мы уже, когда окажемся на суде, дай Боже, чтобы каждый из нас уже превзошел праведность фарисейскую, и где-то водитель нам уже оказался не нужен. Но помимо Ветхого Завета есть еще новый, где мы достигаем праведности фарисейской, а потом ее превосходим. По-моему, прекрасная точка для сегодняшней беседы и для нашего цикла встречи. Совершенно. Я, как всегда, совершенно, как сказать, исполненный добрых чувств. Благодарю вас. По сие взаимно. Благодарю вас за уделенное время и беседу такую замечательную, насыщенную, глубокую. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий раз мы уже увидимся на первой неделе поста. Поговорим о прощении, прощенном воскресенье. Ну и продолжим наше движение этим великопостным поприщем. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Кулакова